А теперь об этом и другом более подробно. После проверок, проведенных в двух специализированных прокуратурах, несколько прокуроров стали фигурантами уголовных дел. Среди громких имен – Адриана Беттишор и Андрей Беешу. На деталях Александр Стоянаугла, сделавший заявление после заседания Высшего совета прокуроров, предпочел не концентрироваться, но пообещал подробности позже. Тем временем, Высший совет прокуроров принял его ходатайство об отстранении от должности главы антикоррупционной прокуратуры Виарьи Ламараря до окончания расследования. Напомню, его задержали 10 января за злоупотребление служебным положением и подделку госдокументов и поместили под предварительный арест на 20 суток. Генпрокурор заявил, что после проведенных в специализированных прокуратурах проверок было заведено несколько уголовных дел, в которых фигурируют их сотрудники. Виарьи Ламараря обвиняется в том, что предположительно принял от бывшего лидера ДПМ Владимира Плохотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки законодательству, на основании которой возбудил уголовное дело и подделал ряд процессуальных документов. Эти действия были совершены как в личных интересах, так и в интересах заявителя, а также других лиц из его окружения с целью защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве и препятствовать объективному расследованию дела. Между тем, Стояногла отметил, что и над Дарином Компаном, экс-главой прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, навис домокла в меч. Александр Стояногла также заявил, что намерен проверить и появившуюся в СМИ информацию об активах своего заместителя Руслана Попова. Генпрокурор обещал рассказать подробнее о новых уголовных делах на следующей неделе и добавил, что они касаются не только расследования кражи миллиарда, но и других действий антикоррупционной прокуратуры.